Друзья мои, всем большой привет! Вы на канале Ирина Like Soap. Я продолжаю инвентаризацию своей уходовой косметики и в этой части покажу вам жидкое мыло, которое использую, которое у меня в запасах, а также средства для интимной гигиены, которые по своей сути, но тоже жидкое мыло. Начну я с запасов. Такая потрясающая пенка от Грасс Милана с ароматом сливочного лимонного десерта. 500 миллилитров, большой объем. Недавно я с этими пенками познакомилась и осталось очень довольное. Интересное средство. Приятно очищают кожу, хорошо смываются. Even Senses. Недавняя новинка чайной коллекции. Дзен мандарин и жасмин. Здесь 250 миллилитров. Классный, сочный, яркий аромат, но для меня, знаете, такой больше новогодний. Поэтому пока в запасах постоит. Может быть зимой открою. От Свободы. У меня есть увлажняющий крем-гель для мытья рог с экстрактами меда и ежевики. Здесь 300 миллилитров. Классный аромат. Вкусный, сладкий, но не приторный. Конечно, не знаю еще пока как по уходовым свойствам это средство, но аромат потрясающий. Дальше я долго думала показывать это средство или нет, поскольку раньше относила его все-таки к бытовой химии. Хотя, в принципе, могу просто ему руки помыть. Смотрю, девочки показывают в жидком мыле. В общем, решила, ладно, и я тоже. Это мыло для кухни от компании Фаберлик, устраняющие запахи. В запасах у меня бутылочка с ароматом яблока. Флакончик вернее, 300 миллилитров здесь и очень похожи они между собой. Смотрите, один в один. Братья и близнецы. Вот. Классный мыл. Я его очень люблю. Это одно из любимых моих мылов у Фаберлик. Давно у меня не было с ароматом яблока. Вот. Прикупила в запасы. Так, ну вот. Это запасики. И то, что в использовании. В использовании у меня пенка от Грасс Милана с ароматом сливочного фисташкового мороженого. Классный, тоже очень вкусный аромат. На кухне у меня вместе с этой пенкой стоит еще мыло от Фаберлик. Аромат весенних цветов. Ну, знаете, не повторю. Он неплохой, приятный. Мне напомнил аромат подснежников. Ну, как-то особо сильно не впечатлил. А по моющим свойствам не все одинаковые мыло от Фаберлик. В общем, все классные. Берегу, Холю и Лилею, Арифлейм, Эссенс энд Ко, жидкое мыло, Бузина и Бергамот. Здесь объем 300 миллилитров. Мягко скажем, не бюджетный продукт. И вот я его потихонечку использую под настроение как мыло, как гель для душа, даже иногда. Экономичный расход, оно очень такое, знаете, густое, мало его нужно, хорошую пену дает. Аромат травянистый. Знаете, когда хочется чего-то нейтрального, вот это мыло идет в ход. И сейчас с большим удовольствием в ванной комнате использую Dolce Milk, лимонный пай. Очень вкусный кондитерский аромат. Жаль, что раньше не познакомилась с этим мыльцем. Хорошо она у меня идет. В августе я его поставила. Ну, не знаю, вы увидите, нет, но уже прилично израсходовалась. Здесь 300 миллилитров. Ну и средства интимной гигиены. В запасе у меня моя любимая интимка от Фаберлик. Эксперт фарма. Гипоаллергенная, с молочной кислотой. 200 миллилитров объема. Уже не первая моя бутылочка. Единственный ее недостаток, то, что нет помподозатора. Но я подобрала от какого-то уже другого средства, не помню. И, в общем, прекрасно его использую. Взяла на пробу Фаберлик Бэби, также от Эксперт фарма. Гель для подмывания младенцев с экстрактом череды и алоэ вера. Здесь 190 миллилитров. Слышала просто потрясающие отзывы на этот продукт. Даже для взрослых. В общем, была скидка. Прикупила. Ну и сейчас у меня в использовании средства для интимной гигиены от Эва Лаборатория. С крем-мыло, с молочной кислотой и экстрактом календулы. Гипоаллеры гипоаллергенные. Здесь, наверное, миллилитров 250. Минуточку, сейчас поближе посмотрю. Да, 250 миллилитров. Приятный аромат. В общем, никаких нареканий. Довольно. Итак, давайте посчитаем. Значит, на данный момент времени у меня 8 жидких мыл и 3 средства для интимной гигиены. Ну, не знаю, много или мало. По мне, так достаточно. Напишите, что вы думаете по этому поводу, конечно же. И, может быть, вы что-то пробовали, что-то вам понравилось, что-то не понравилось. Мне будет интересна обратная связь от вас. Спасибо за просмотр и до встречи в следующей части.